Я бы хотел отметить такие основные события, которые проходили в 2019 году, вы их знаете, это 74-е годовщина Победы, но в этом году мы отмечали юбилей Победы. Нужно сказать, что сегодня у нас в городе проживает 28 участников войны, это на сегодня, 518 имеющих звание труженик тыла, 31 житель блокадного Ленинграда, 25 бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Мы вот перед канун юбилея 75-летия Победы мы вручили 626 участникам, ветеранам войны президентские медали юбилейные к 75-летию. У нас 20 августа планируется, запланирован еще один юбилей, юбилей атомной отрасли. Это будет 75-летие, это, конечно, еще один особый для нашего города, для системы Росатом, вообще для всей страны праздник. Мы к нему готовимся, Росатом к нему готовится, в том числе и награждения и так далее. Нас радует, что продолжается практика региональным правительством финансирования объектов дорожной инфраструктуры в пропорции 30 на 70. То есть 70% финансов – это деньги области, 30 – наши. У нас есть деньги на софинансирование, поэтому мы в этом плане подаем заявки и участвуем во всех конкурсах. Был открыт проезд, когда мы едем в сторону Арзамаса, через 4-е КПП, через Лихачей-Суворова. Она в хорошем качестве отремонтирована, 4,7 километра от Лихачей до Суворова и 800 метров там до поворота. Это еще на 6 километров сокращает наш путь от Суворова до Арзамаса и Нижнего Новгорода. Это тоже такая очень хорошая, позитивная информация. По жилью были у вас вопросы, да, вот где-то за 5 лет удалось где-то наполовину сократить очередь. А какие пути в этом плане были у вас вопросы сокращения очереди на жилье? Это такой довольно трепещущий вопрос для нашего города. Значит, ну какие? Это, во-первых, упорядочение самой очереди, потому что идет движение, кто-то уходит с очереди и так далее, кто-то покупает квартиры, жилье, поэтому за этим администрация, конечно, следит. Это программа «Молодая семья». Вот за 19-й год вообще был поставлен рекорд по субсидиям. 37 семей улучшили свои жилищные условия. Где-то субсидия была от 500 тысяч до 1,1 миллионов рублей. В этом году, в 20-м, уже 9 семей удалось по этой программе идти. По социальной выплате раньше был такой механизм. Сейчас в связи с изменениями, здесь 32-е постановое правительство, вы о нем знаете. Значит, в этом, в 19-м году и в 20-м таких социальных выплат нет. Но действуют федеральные программы. В 19-м году вот 5 чернобыльцев получили тоже новое жилье по федеральной программе. По переселенцам вынужденным не было таких, потому что мы с ними уже работу завершили. У нас их просто нет. По реконструкции общежитий Менделеева, дом 54, по СД в 19-м году закончено. В этом году 16 миллионов выделено на реконструкцию квартир. Вот это квартирного типа, там по 6 таких блоков в квартире. Они сейчас переоборудуются в индивидуальное жилье. И будут в очередь. Вот это 30 квартир. Потом Менделеев 59, еще 30 квартир. Происходит поэтапный еще перевод общежитий. И потом по договорам социального найма предоставляется тоже жителям. Это тоже один из путей. Ну и строительство нового жилья. Это точечная застройка, вы видите, вот в новом районе. Несколько домов таких есть. Это вещи, связанные с 1А1Б. Хотя там на сегодня несколько строительств заморожено. Но тем не менее, значит, оно в планах есть. Северные территории мы все ждем. Указа президента. Администрации отправлены, уже вернее согласованы, представлены Министерством экономического развития Российской Федерации. В указ президента данные. Поэтому по поручению президента вот осенью этот вопрос мы ждем, должен будет решиться. И тогда, конечно, у нас будет 686 гектар северных территорий, где можно будет уже, и нужно уже планировать и подготовиться к освоению этой территории. Это, повторюсь, будет зона Б. То есть зона, относящаяся к городу, но не входящая в периметр. Фонд капитального ремонта буквально недолгое время назад ввел должность ведущего инженера, который будет работать непосредственно по Сарову. Это согласование документации, это согласование условий конкурсов, это подписание актов приемки и так далее. И это нас порадовало, потому что мы считаем, что это намного убыстрит работу. Потому что сейчас действительно в этом смысле работа задерживается из-за проволочек, связанных в основном с оформлением документации. По здравоохранению, ну, вы все знаете и следите, работа идет полным ходом по строительству новой детской поликлиники. Значит, окончание декабрь 2021 года запланированной. Значит, уже когда на следующий год будут там сноситься гаражи, которые будет строиться уже дорога подъезд к этой детской поликлинике. По смертности хочу сказать, что вот в среднем по Российской Федерации смертность 12,3 на тысячу человек. По Нижегородской области она выше, 15,7, но нас радует, что по Сарову она около 11. То есть мы в этом смысле довольно хорошо выглядим. Единственная, конечно, разница в средней продолжительности жизни. Вот по 2019 году у мужчин она 63 года в Сарове, у женщин она 74 года. Хочется сказать, что Саров активно участвует и осваивает все выделенные, значит, квоты по программе поддержки местных инициатив. 2019 год это было 8 проектов на сумму 16 миллионов рублей. Сейчас это 28 проектов на сумму 24 миллиона рублей. Работа уже началась. Значит, очень быстро провели конкурсы, деньги заложены. Значит, и работа вот где-то с окончанием сентября она уже по восьми этим проектам идет. Нужно сказать, что по выборам я буду сегодня говорить очень аккуратно, потому что выборы от Городской думы назначены на 13 сентября. Поэтому я сегодня буду говорить просто как глава города, исполняющий свои профессиональные обязанности. Значит, перенос выборов у нас случался. Вы помните, когда главой города был Александр Густавович Орлов, это, по-моему, 10-й год. Тогда на полгода федеральным законом выборы были перенесены, чтобы сделать единый день голосования. Значит, в принципе, это возможно, но на сегодня у меня такой информации нет. Единственный момент, если, не дай бог, будет объявлен режим ЧАЭС и так далее, то там уже решением избирательных комиссий это может быть сделано. Пока такой информации нет. Количество депутатских округов останется прежним до 34 депутатских округа. Несмотря на то, что вот здесь есть, конечно, интересный момент. Некоторые округа, у нас такой округ есть номер один, там улицы Негина, дома были введены в эксплуатацию и так далее. Он сейчас превышает значительно по количеству избирателей другие округа. Но сейчас законодательство таково, что, значит, определенный момент в течение, там, 10 лет с момента принятия решения округа не трогаются. И в этом смысле, значит, округа перетасовываться не будут. Здесь не знаю сейчас поправка на федеральном уровне, чтобы это изменить, потому что, например, Нижний Новгород вообще очень сильно в этом смысле. Там введены вообще новые районы, а они находятся в домах, на округах, где там... Поэтому нагрузка в этом смысле на депутатов, на потенциальных, вернее, на тех, кто будет в другой думе, она будет неравномерной. Но куда деваться такое законодательство? Началась регистрация кандидатов? Началась. Сколько депутатов, значит, в составе решили баллотироваться на выборы? Не знаю. Как вы оцениваете работу депутатов городской думы 6-го созыва? Не могу выделять, значит, депутатов и оценивать, потому что каждый депутат выполняет самостоятельно свою работу, и полномочия оценивать депутатскую работу есть только у избирателей. Какова судьба комбината школьного питания? Сохранился ли коллектив? Какие меры поддержки предприняло руководство города? И что будет с предприятием, если продолжить дистанционное обучение школьников? Действительно, два предприятия муниципальных у нас оказались в такой сложной ситуации. Они работают с теми, кто попал в запретные отрасли по пандемии, экономическом плане. Это МУП «Школьное питание», комбинат школьного питания, и это Бани Сарова. Ситуация такова, что была корректировка бюджета. Предыдущее заседание Думы, оно недавно было. Мы приняли выделение 7 миллионов рублей именно на вещи, связанные с поддержкой, в том числе заработной платы, вот этим двум муниципальным предприятиям. Но я скажу, что и губернатор на своем уровне прорабатывает вопрос помощи муниципальным предприятиям. Потому что сейчас есть помощь субъектам малого и среднего предпринимательства. А главы районов резонно ставят вопрос, а муниципальные предприятия, которые попали в такую же ситуацию, тоже тяжелая вещь. У муниципалитет денег нет. Значит, ну, у кого-то, может быть, есть, но у многих практически нет денег. Поэтому в этом тоже вопрос рассматривается, тоже на уровне субъекта. А вопрос канал 16 ТРК, как обстоят дела с строителем стадиона школы 7? Когда завершится строительство? Ну, действительно, деньги по адресной инвестиционной программе 36 миллионов на этот объект в бюджете 2020 года заложены. Следующий год мы закладывали 12-ю и потом 13-ю. Единственное, сейчас есть нюансы, которые задерживают освоение этих бюджетных денег, связанные с окончательной заработкой проектно-сметной документации. Сначала мы начинали, администрация начинала как бы с видом капитального ремонта, затем переведено было в реконструкцию. Значит, реконструкция потребовала государственной экспертизы этого дела. Сейчас, учитывая, что эта вещь очень сложная, дорогая, долгая, значит, есть пути выполнения этого по программе благоустройства. В общем, мы попросили и написали письмо с просьбой администрации интенсифицироваться в этом вопросе и предпринять все меры к освоению этих денег в этом году. Тренеры отделения пулевой стрельбы Дюш и Кар обеспокоены тем, что за три месяца... Это тоже сайт Саров-24. За три месяца администрация не решила вопрос о том, где будет проходить тренировочный процесс в новом учебном году. Знаете ли вы об этой проблеме? Как она будет решаться? Да, проблему знаем. Сегодня у нас на этот год заложено 50% суммы на ремонт тира на стадионе Икар. Следующий будет... Сейчас конкурс объявлен. Я думаю, что эти деньги должны быть освоены в этом году. А пока, значит, пока ремонтируется тир на стадионе Икар, ДМИС обратился в департамент образования с предложением на это время заниматься пулевой стрельбой в тире школы номер 14. Директор школы согласен. Сейчас ждут решения от директора департамента образования. Как оценивается ущерб в Сарове от коронавируса и связанных с ним ограничений? Подсчитаны ли конкретные цифры экономических убытков? Будут ли они еще меняться? Какие меры помощи населения и предпринимателям оказываются или планируются в Сарове на местном уровне? Ну, конечно, убыток подсчитать сложно, потому что сейчас это все как бы продолжается. Единственное, конечно, пострадали сильно, в сильной степени, те виды экономической деятельности, которые попали вообще под запрет. Это, конечно, им очень тяжело. Какие меры принимаются? На местном уровне первое, ну, во-первых, на федеральном уровне, это отсрочка по арендной плате до 1 октября, тем, кто попал под запрет с реструктуризацией, потом платежей на 2021-2022 год. На местном уровне нами принято решение было городской думой по представлению администрации. И что очень важно, сейчас на это требуется голосование Министерства финансов Нижегородской области. Это отсрочка платежей до 1 декабря, до 1 декабря на второй квартал. Это наша помощь, и это тем, кто пострадал, вернее, попал под запрет. И буквально на последней сессии мы приняли решение о льготировании на 30% всех субъектов МСП на второй квартал по арендным платежам. Это тоже все согласовано было с Минфином.